В немецкую сказку, знакомую всем с детства, ученики театрального отделения вдохнули новую жизнь, сделали спектакль живым и запоминающимся. Как признаются сами ребята, огромную помощь им оказали преподаватели. У нас замечательные режиссеры, которые нам все это ставят. Они нам объясняют много того, чего раньше не понимали. Учат искать в персонажа то, чего не видно с первого взгляда. В спектакле использованы аранжировки по мотивам средневековых музыкальных произведений. Некоторые песни юные артисты исполняют сами. Да, если кто не знает, то он, то он, то он большой голубец. То он, то он, то он большой голубец. Этот спектакль показали родным и друзьям юных актеров, воспитанникам детских садов и школьникам. Каждый раз ребята открывают для себя новые грани в постановке. Каждый раз у них как-то получается, наверное, веселее, открытие. И как-то вот они находят новые мелодии, новые нюансы. И они понимают реакцию зрителя. У них получаться начинает еще лучше и лучше. В этот раз зрителями стали воспитанники детского сада номер 6. Ребята внимательно следили за развитием сюжета, радовались или огорчались вместе с героями. Я посмотрела театр и поняла, что нужно трудиться. Мне понравилось то, как человечки помогали сшить башмаки. Мне понравились маленькие человечки, потому что они помогали людям и песенки тоже понравились. Я поняла, что нужно верить в чудеса и надо очень много трудиться. В середине февраля спектакль планируют перенести во второе здание ДШИ номер 2 на Московской и показать воспитанникам детских садов и школьникам нового района. По всем вопросам звоните по телефону 951-84. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.